здравствуйте друзья рада снова видеть вас на своем канале сегодня у меня вот такая вот бутылочка назвала я ее камея использовала в декоре самозадвердевающую массу и делала вензеля и шпатлевки кто не подписан на мой канал подписывайтесь чтобы не пропустить следующую мою работу бутылочку как всегда обезжириваем и начинаю я декор именно с пробки потому что пробка обычная а мне захотелось что-то такого прямо необычного и напоминающая форму именно самой бутылки бутылка такая видите округлая немного плоская в общем интересная думала чем нарастить пробку и у меня осталось с прошлой работы вот остался холодный фарфор он пролежал уже больше недели вот как бы он уже качество не то поэтому решила им нарастить потому что больше у меня никуда не пригодится вкручиваем пробку саморез и наращиваем холодным фарфором и оставляем сохнуть должна сказать вам что сох он очень очень долго поэтому можно нарастить в принципе и термопистолетом можно нарастить также самозатвердевающей массой можно накрутить фольгу и потом сделать самозатвердевающую массу на фольгу так будет наверно сохнуть быстрее я ее делаю такую по форме бутылочку обезжириваем и оклеиваем салфетками наклей pva на салфетках потому что все держится намного лучше нежели просто на стекле и краска на салфетках держится лучше она не сцарапывается если наложить акриловую краску просто на стекло покрасить то она оставляет царапины малейшее какое-то вот воздействие на нее и краска будет царапаться со стекла оклеиваем полностью и не забываем про донышко и оставляем сохнуть теперь когда салфеточка высохла у меня на бутылке я вот видите наметила где у меня будет объемный рисунок объемный декор и воспользовалась молдом камея сама затвердевающая масса даст очень легкая в работе в меру у нее запах немного липнет к рукам вот это такие небольшие как бы недостаточки а так очень хорошо мне нравится с ней работать достаточно прочная она эластичная сохнет ну 12 часов или сутки смотря какая толщина приклеиваем все на клей пва нашу лепнину приклеиваем на пв а в общем то дальше будет у меня вот это вот только лепка так что смотрите под музыку как на фоне вот 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! 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 тюбик вот тоже лучше взять поменьше не совсем удобно когда большой тюбик потому что шпатлевки достаточно вот одну ложку и ложку пва и получи получилось что мне постоянно приходилось его встряхивать чтобы спустить шпатлевку к носику техника мне это понравилось получается очень интересно венделя закончила оставила сушиться занялась пробкой обнаружила что у меня внутри саморез шевелится то есть там внутри еще не высохла и у меня просто не хватило терпения еще день сушить поэтому я туда залила жидкие гвозди вставила эту пробку с саморезом и начала оклеивать салфеткой также клеиваем на клип его и 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 такой мелкий мне захотелось просто чтобы бутылка была не гладкая такая как щербинистая клею не сплошь а местами не толстым таким даже не слоем а чисто вот посыпаю когда высохнет излишки и песка который не приклеился смахиваем кисточкой и сверху опять закрепляем акриловым лаком все прямо слегка не толстым слоем салфетка у меня на пробке высохла и здесь я тоже делаю лепнину как видите пользуюсь я вообще одним молдом он у меня вообще единственный собираюсь только заказать еще что нибудь но он такой прямо хороший мне нравится можно его комбинировать вот эти фрагменты и добавила видите небольшие части скамеи приклеиваем тоже все на пава вот на эти части где видно крышка я просто раскатала такую и отрезала полосочку и и приклеиваем на ней просто делаю лопаточкой такие как полосочки делаю симметрично двух сторон и и и оставляю пробку сохнуть. А бутылку покрываю полностью все белой акриловой краской. У меня получилось, что я покрыла на два слоя. Когда краска высохла, я взяла битум на водной основе. Название у него битум художественный. И покрываю полностью лепнину битумом, чтобы битум попал во все углубления. Делаю поэтапно. Видите, сделала сначала ту сторону бутылки, потом принялась за эту сторону. Потом также я сделала боковинки. Ну и горлышко и крышку. Сейчас вот не ждем, когда он высохнет. Сразу берем влажную тряпочку и начинаем излишки стирать. Получается такой эффект, как старины, состаривание. Это моя первая работа. Вот такая вот, как бы черно-белый цвет. Но камея в старину раньше, вот насколько я помню, она такая, как из кости, что ли, была тоже белая. Почему-то у меня вот она с белым цветом ассоциируется. Или брошки вот у бабушек раньше, помните, были камея? Тоже она была белая. В общем-то, мне понравилось очень, как получается. Интересно. Битум очень легко стирается и с рук легко стирается, потому что на водной основе, повторюсь, это не тот битум, не битумный лак, который сохнет долго и пахнет сильно. Это художественный битум на водной основе. Бутылку я не стала покрывать лаком, потому что у меня лак глянцевый. Здесь как-то блеск, я подумала, вообще не нужен. Поэтому не стала покрывать. И она на боковинках вот так получилась, что вот эти щербинки, песок, он не смотрится как песок, а именно как щербинистая такая бутылка неровная, как будто испорченная временем. Получилось. Спасибо всем за просмотр. Спасибо, мои дорогие подписчики, за вашу активность, за ваши комментарии хорошие, положительные. Вы меня стимулируете к дальнейшим работам. Спасибо большое. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok